Всем доброго дня, всем доброго настроения, ребят. Решил короткий видос снять по поводу тематики стекла, скажу сразу, те, кто не связан со стеклом, не смотрите этот видос, вам это будет неинтересно. Будет легкий анонс, конечно, по поводу следующих видосов, но не стоит, не нервничайте. Хочу рассказать тему по поводу стекла, насколько это все выгодно или не выгодно, просто сейчас вот возникла ситуация, уже у нас 10-й час вечера, мне один из менеджеров принес вот такие вот бокалы коньячные, ну вот у меня я тестовать стрелялся здесь, проверил результаты, то есть мы сошлись на каком-то определенном макете по этим бокалам, на каком уровне делать, то есть там пристрелочный был. Суть основная в чем? Выгодно вообще или невыгодно заниматься стеклом? Не фокусируется вот. Насколько это выгодно, а сколько это невыгодно? Я часто слышу от подписчиков, что, блядь, работы нет, того нет, этого нет, заработка нет, нихера нет. Парни, я слышу от других подписчиков, ну от не всех, конечно, там, наверное, человек 20 всего лишь, они говорят действительно одну очень важную истину. Если ты хочешь зарабатывать много-много денег, ты должен ебашить очень много. Ну, ебашить это не то слово, потому что я знаю, что один человек с человеком ебашит, он прям, блядь, довольный, ну, довольный в том смысле, что жизнь все начнет налаживаться-то, вот, вот в чем дело. Да, и это действительно ситуация связана напрямую со всем, то есть, чтобы вы понимали, я не занимаюсь узконаправленно, допустим, только лишь оптоволокном, то есть, я не занимаюсь только гравировкой по оптоволокну, и только, допустим, там, не знаю, там, ножи, топоры, я этим, блядь, не занимаюсь только узконаправленно. Я делаю практически все, во всех направлениях, кто бы что ни предложил, я практически за все берусь. Да, сейчас передовым годом я всех, кто советует мне поступать в звонки, я их посылаю куда подальше нахер, потому что я завален работой до, скорее всего, до конца декабря, и, скорее всего, 31 декабря это будет, блядь, жопа полнейший, когда будут люди звонить в самый последний момент, говорят, блядь, срочно надо это сделать. Так вот, одно из направлений это стекло. Ну, вот сейчас в данной ситуации вот коньячные бокалы, да, пошли, сегодня у нас были еще винных бокалов целая куча, там, около 30 штук мы сегодня сделали, уже пораздавали их. Сейчас вам покажу, там тоже часть у меня осталась заказов. Вот, насколько это вообще выгодно? Вот этот именно заказ по коньяку, он был оптовый, и, естественно, цена здесь гравировки была оптовой, так как эти бокалы, это не мои бокалы, это бокалы заказчика. Вот, и здесь цена, соответственно, совсем другая, но, опять же, с вычетом всех, там, расходов, амортизаций станка, электроэнергии, потраченного времени. Вот, допустим, здесь 22 бокала. На 22 бокала у меня ушло примерно 70 минут беспрерывной работы, то есть 70 минут. Ну, берем, грубо говоря, там, пристрелка, час, там, ну, пускай это будет, там, обработка бокалов, те же самые, там, мытье, полоскание и все остальное. Пускай это будет 2 часа времени. Чистые маржи приблизительно составил, приблизительно, там, плюс-минус, может быть, чуть-чуть отличаться, в районе 2000 рублей. Вот, и в целом, как бы, тысячу в час, я считаю, это хороший доход. Единственное, он здесь нестабильный, то есть здесь стабильности никакой особо нету. Здесь бывает есть автовый заказ, бывает нет автового заказа, бывает есть розница, бывает розницы нихера нету, блять, бывает вот такая вот херня, что, ну, камушки делаешь, надо херни страдаешь, занимаешься. Ну, вот я сейчас сделал камушки для заказчика, чтобы просто их, как говорится, подмазаться, да. Вот, поэтому, по поводу стекол, это как доп, не более. Я вам, честно скажу, я рассчитывал на стекла, чтобы будет доход ориентировочно от 50 до, хотя бы, ну, хотя бы там до 100 тысяч рублей. Как показала практика, стекло мне в месяц выдает от 30 до 80. Ну, это такой средний показатель, опять же, при том, что тут идет суета. Смотрите, вот эти стекла заказчик принес вот в таких вот коробках, по 6 штук, таких было в коробках 4 штуки, там в одном чуть-чуть не хватало. Это когда ты делаешь оптовый заказчик, когда ты делаешь свои заказы, ну, своим клиентам, естественно, там маржа побольше будет. Сейчас вам покажу, как это все выглядит, что... Если камера закажет вас, ребят, истерики не было, потому что много лишней информации, она начинает вас раздражать, нервировать. Вот, начинает тихонечко заниматься всяко-разной. Так вот, смотрите, когда ты делаешь заказчику, вот такие вот вещи, да, ну, или вот, допустим, бокал тоже прикольный. Да, на темном фоне покажу вам, чтобы было видно, если видно. Оно все классно, все круто, все очень красиво, но вы не забывайте, что к этим бокалам надо еще до хера возни. Это упаковка, отправка, почта, вот такие вот коробки надо обязательно заказывать, это все стоит денег. Стикера, наклейки, много-много всего другого надо все это делать. И все это стоит денег. Вот, надо вести именно бизнес-аккаунт на Авито. Вкладывай до пасана бабосы. Заниматься суетой, заниматься фотосессией. Держать вот такие вот коробки деревянные в ассортименте. Иметь место для фотосессии. Иметь бракованных бокалов целую кучу. То есть, ну, тоже должны понимать, что ты сюда просто взял и начал делать. То есть, вот заказы потом были сегодня. То есть, вот эти коробки, которые здесь стоят. Это все сегодняшние заказы, плюс вот это стекло. Поедет в Москву. Вот, давайте так. Обратно. Просто мне сейчас не до порядков наводить в офисе, потому что сейчас реально загружен очень сильно. Вот, хочется, хочется вам реально снимать видосики, рассказывать более подробно некоторые вещи, которые мне в принципе хочется с вами делиться. Поэтому, что касаемо стекла, как доп. доход, да, эта тема прикольная, эта тема актуальна. Потому что, допустим, сегодня я, ну, честно, я уже давно не запускал рекламу, я уже сижу, братья, не могу длиться от клиентов, клиенты к меня все пишут, пишут и пишут. Вот, и два дня я вот сижу сейчас на стекле, потому что у меня вот в субботу, получается, человек из Беларуси забрал слоночек мой, мой мне на станок. Я сейчас, получается, без станка сижу. Должны пойти, зато пойти, пойти или в один станок, либо выйти два станка, посмотрим. Вот, там, скажи, кто заказывал, джипетички, возможно, там, возможно, там будет, говорю, сразу, ребят, только не кипишуйте, не надо мне там названивать. Возможно, кого-то, кто из первых заказывал там, вот, в ноябре, в середине того, уже там будет слонок. Так вот, стекло, как доп. доход, это, это реально, это перспективно, но как доп. Если заниматься как основным, здесь есть небольшой нюанс. Ну, что-то сомневался, сейчас, секундочку, подождет, я вам люблю цифры, просто я люблю считать это дело, чтобы было понятно. Сейчас, один, один, можешь возьмем. Люблю я, реально, цифры, давайте просто для себя посчитаем. Я просто понял, одну вещь со стеклом, есть один геморрой. И геморрой связан в том, что здесь выше головы не прыгнешь. То есть, как будто сделать наценку на стекле практически нереально. Почему нереально? Потому что есть конкуренты, есть определенная цена продажная, рыночная, то есть, закупочная, плюс ценность товара. Вот, и как бы все это дело продать в 10 раз дороже, чем оно реально стоит, но это очень-очень сложно. Вот вам простая такая банальная математика. Смотрите, один бокал в рознице стоит, это средняя цена 600 рублей. Кто-то продает дешевле, кто-то продает дороже. Это просто бокал. Минусуем отсюда бокал 100 рублей. Минусуем, ну, я беру так, среднюю цену, это 100 рублей, это амортизация станка вашего, там вся электроэнергия, вся хрень, то есть, ну, это средний расчет приблизительный. Если у вас запущена реклама, это еще в лучшем случае 100 рублей, получает датность рубли, 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 рубли. И здесь есть такой еще небольшой нюанс, именно в этой тематике, если у вас имеется менеджер, это еще 100 рублей. И не забываем про доп. расходники, это всякие разные коробки, наполнители, всяко-то поебень, это еще примерно где-то рублей, ну, 60-70 рублей приблизительно. Пускай будет 60 рублей. Вот считаем, 460 рублей. 100. Скотч. Да. 460 рублей, это я вам приблизительно посчитал, при условии, что если вы, ну, занимаетесь именно оптовыми продажами, то есть, у вас большое количество бокалов закуплено, все остальное, то, в принципе, здесь где-то, ну, рублей 400 у вас идет, ну, затратных примерно 400 рублей. То есть, маржи с одного бокала выходит 200 рублей. Вот. Это при том, что вы занимаетесь розницей. Если вы еще дополнительно продаете специальные, плюс коробочки деревянные, там еще плюс 200 рублей. Ну, опять же, здесь мы можем ликвидировать нашего менеджера, нахер. Вы можете, допустим, сделать какими-то эффективную рекламу, ну, как вариант, но это маловероятно. Вот я сейчас, допустим, без рекламы запускаю эти бокалы, то есть, у меня выходит на неделю 200 рублей, это примерно на 10 бокалов, то есть, где-то 20 рублей на один бокал у меня уходит по рекламе. Ну, терпимо. Терпимо, в принципе, ну, позволяет, то есть, можно максимально получать от 200 до 400 рублей за один бокал. Вот. Это как бы прикольно. Есть такая штука, как временные рамки, то есть, задача создания макета. То есть, вы тратите время на макет, если опять же идет розница, плюс изготовление самого бокала. Если у вас идет одна сторона, то это занимает примерно 3-5 минут. Если у вас идет две стороны, вы занимаете минут уже от 6 до 10 минут. Если это какой-то хитро выебанный бокал, за который, естественно, вы возьмете чуть дороже, но это займет у вас минут 15-20. То есть, вы можете на один бокал тратить до получаса, при том, что вы получите, ну, от 200 рублей до 600-800 рублей. Это в лучшем случае за полчаса. То есть, здесь мы берем расчет 10-15 минут, здесь у нас будет ориентировочно 10-20 минут, здесь у нас будет уже от 15 до 30 минут. В любом случае, скажу вам честно, вот во всех этих ситуациях это выгоднее, чем работать охранником в магазине. Вот. Если мы рассматриваем этот вариант, у нас здесь выходит, ну, мы умножаем его примерно на 4, получаем 800 рублей час. 800 рублей час. Здесь мы умножаем на 3, получаем 1800 рублей час. И здесь мы умножаем на 2, получаем 1600 рублей час. Я почему рассчитываю все время во времени, потому что время это деньги, деньги надо считать. И считать надо грамотно, потому что есть моменты, некоторые, за некоторые моменты не стоит даже хвататься здесь, то есть даже дергаться. Вот здесь, допустим, да, при опте, именно этих бокалов, сейчас найду, где-то, вот я ставлю. Затратное время на такой вот логотип, хорошего качества, сделанное все, то есть снова, понятно, что он с маркером покрашенный, уходит 3 минуты 40 секунд. То есть, естественно, надо рассчитывать время, на сколько это будет эффективно, на сколько это будет выгодно, опять же, амортизация толщиного станка, трубки и все остальное. То есть, я понял, что трубка здесь изнашивается не так сильно, как при других вариантах, но все равно это все надо учитывать. И вот, вот когда у вас идет аврал, вот в вашем аврале очень важно, чтобы вы логически подходили каждому клиенту, то есть за мелочевки можно послать нахер, средние по качеству есть плюс, то есть за них надо браться, за которые сложные, тоже есть смысл браться, если действительно заказчик платит и он вам сильно мозги не ебет. То есть, вот такая вот математика по поводу стекла и это надо всегда учитывать. Я не говорю, что прям берите себе за стекло и херачьте. Здесь еще есть небольшой нюансик. Если у вас действительно поток заказов довольно-таки хороший, действительно, у вас каждый день будете продавать в среднем от 10 бокалов, это минимум. Опять же, возвращаемся к нашей математике, 10 бокалов в день, это вы будете получать минимально 2000 рублей в день, это трудодень ваш, да, получается. Ну и максимально, что вы сможете получать, это, ну, пускай даже будет у вас 10 бокалов, пускай даже вы получите там с одного бокала по 800 рублей, то есть это 8000 рублей трудодень. В чем здесь главная засада, то есть рабочие, рублей за день. В чем главная здесь засада, в том, что, в принципе, вы не сможете здесь заработать в день тот же самый полтинник, либо заработать там 100 тысяч рублей. С оптоволокном вы можете, допустим, поднять свои ресурсы, там, допустим, поднять какой-то оборот. Вот у меня, честно, по оптоволоку даже есть другая ситуация, когда, ну, тупо перекидываешь мне железочки маленькие, да, там, и получаешь там, ну, в среднем, там, не хрен дело, там, от 10 до 20. Вот, там есть плюс, со стеклом это ебля, потому что надо его мыть, полировать, шлифовать, там, ну, много-много-много чем еще заниматься, то есть много-много, куча есть нюансов там со стеклом, плюс это упаковка, транспортировка, плюс это вес, плюс стекло это всегда низкая цена. То есть, тот же самый, допустим, нож по времени занимает, по гравировке, я там показывал ролик недавно, да, там, всем добро, сколько там заняло, там, ну, по-моему, там, 3 минуты у нас по времени заняло, всего лишь нож. Так вот, на ноже моржа составляет 500 рублей и не ходи к бабушке, то есть, просто гравировка на ноже составляет 500 рублей. По стеклу, естественно, я вам уже сказал, что вот он, вот он ваш выход, 200 рублей. Вы еще, опять же, попадите туда правильно, настройте правильно, чтобы у нас это все правильно работало, потому что тот видос, который продают, допустим, да, там, за 10 тысяч рублей, ну, я его обоснованно продаю, потому что научиться гравировать стекло, это, ну, довольно-таки сложный процесс, не у всех он получается, вот. Вот, и поэтому здесь, опять же, попасть, научиться, вот я, допустим, когда пристреливался первый раз, я примерно 20 бокалов я ушатал, чтобы просто научиться гравировать, то есть, я потратил где-то неделю или две даже недели потратил, и потом, когда уже научился, я 20 бокалов просто ушатал, чтобы просто пристреляться, то есть, это, ну, это приличное количество. Поэтому, насчет выгодности стекла я вам объяснил, думаю, вроде, тут все понятно, все просто, вот. Насколько это эффективно, неэффективно, хренов за. Ну, на данный момент я сейчас сделал опт, и мне это, в принципе, ну, облегчило тем, что я головой не думал, я просто выдохнул, бокальчик туда закидывал, вынимал, там, и все. То есть, процесс был очень простой. Вот, вот такая вот ситуация. По поводу видосиков, я понимаю, что сейчас видосики меня немножко отстали, много тем, которые хочу поснимать. У меня, кстати, до сих пор стоит вопрос с вытяжкой, потому что, вот, банальная штука, у меня вытяжка стоит, и я бы хотел очень рано про нее снять видос, по нее, потому что, у меня, допустим, сейчас вот такая хрень здесь валяется, улитка, я ей не пользовался, ну, практически не пользовался, она новая стоит. То есть, я бы про нее вам тоже рассказал бы. Вот, есть также тема по поводу стартиси, NTC, я все-таки хочу еще раз снять видос, более подробно рассказывающий, где, когда и как его лучше все использовать. И по стартиси, NTC, там еще меня сейчас спрашивают, допустим, что такое полигон, что такое NTC, ну, я эту тему-то знаю, честно, туда я просто лезть не хочу. Это вам очередной раз сломает голову, и опять же, понимаете, как сейчас, допустим, рассказывать, что такое ракета, устройство ракеты, какое там, допустим, должно быть угловое сопротивление, сопловые аппараты и все остальное. То есть, это, ну, не к чему такая личная информация вам на данный момент, на данном этапе, а те, кто, в принципе, занимаются уже профессионально, я думаю, они уже разобрались, потому что, в этой тематике, там ничего сложного нету по поводу полигон NTC и NTC, вот, но я обязательно сниму вам видосики на эту рубрику, то есть, и более подробности это покажу. Вот, парни, я понял, что у меня сейчас реклама запущена на канале, это отдельная тема, конечно, ну, возможность есть, я ее запустил, как бы, там деньги капают, сейчас скажу, смешные, у меня идет 24 цента за 1000 показов, это, ну, смешно, конечно, потому что на моем канале идет в месяц там 30 тысяч просмотров, 30 тысяч мы умножаем на 24 цента, получаем, сколько там, 3 на 26, 60, плюс 0, 6 баксов в месяц, 6, 7, получаем, сколько у нас, 420 рублей в месяц, ну, это, блядь, позорная сумма за эту рекламу, за вонючую, честно, мне самому не нравится, потому что мне сейчас YouTube ставят жесткие условия, если я запускаю рекламу, я даже не могу просматривать свои видеоролики, вот, в этом, конечно, есть косяки определенные, ладненько, это все понятно, делаю, кому интересно все-таки будет по поводу стекла, видеоурок, он есть, там примерно где-то час по времени, кто его приобретет, я, в принципе, тому, ну, такое еще дополнительное сопровождение сделаю, именно по гравировке по стеклу, то есть, какой-то там подсказки, что я буду дополнительно делать, объяснять, рассказывать, ну, в пределах разумного, опять же, не могу тратить много времени на пустое, вот, по станочкам едут, 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 лишний раз мне не теребойники, типа, что я реально сейчас очень сильно занят, вот, тест, кстати, Райкус уже настроенный, поедет сейчас к человечку в Москву, прикольная система, вот, там тоже все сделал, все смазал, все протянул, вот, ну, такая вот ситуация, ладно, ребят, всем хорошего дня, хорошего настроения, спасибо, что смотрите мой канал, спасибо, что пишите комментарии, по планам еще мне, кстати, скинул один из подписчиков программку ЕСКАД, ну, якобы, которая должна быть по, непосредственно, по оперативной памяти, должна быть расширена, просто, ну, обычный ЕСКАД, который все используют, он почему-то видит в районе, там, 1,5, там, тире, 2 гига оперативки, вот, новая версия, какая-то там прокачана, или что-то с ней там сделали, я не знаю, перепрошили ее, что-то там именно сделали мешать, я уже не стал там голоси ломать, она, по идее, должна видеть больше оперативки, и логически она должна работать, ну, опять же, это там так указано было, она будет работать без эволюшн версии, то есть, вы ее запускайте без включенного станка, и, по идее, она работает, но это надо все будет проектировать, она будет тестировать, потому что сейчас мне реально на это время нету. С января месяца планирую спокойненько уже выходить на нормальные съемки видеороликов, я думаю, завтра с утра я буду выспавшийся, потому что время сейчас у нас уже 11 час ночи, пока домой доберусь, пока поужинаю, будет уже там час ночи, в принципе, вот, как-то так. Ладно, ребят, все, от вас лайк, кому не понравилось дизлайк, потому что я знаю, что тема со стеклом не особо вам заходит, вы ее не любите, не дорюбливаете, не нравится то, что я продаю этот видос за десятку, но это очень сильно всех бесит, потому что люди, которые зарабатывают 25 тысяч рублей в месяц, работают на предприятии или организации, они очень сильно раздражены, они просто не понимают, почему десятка, почему такая цифра большая, вот, парни, когда вы будете зарабатывать, ну, хотя бы как директор региональный каком-нибудь там, не знаю, сетевого супермаркета, вы тогда поймете, почему десятка, почему не 500 рублей, и почему вы выберете за свою работу минимум там в сутки от 5 до 15 тысяч рублей. Вот простой пример по тем же самым вот этим бокалом, который я сейчас делал, да, ну, давайте так посчитаем, 1000 рублей в час. Я люблю считать, мне математика заходит хорошо в голову, когда голова не забитая. Смотрите, ну, давайте возьмем такой самый стабильный вариант, что у вас в день таких заказов будет хотя бы минимально 4 заказа, то есть, ну, смотрите, здесь у нас заказов было, получается, 2 часа потратить, то есть, 2000 рублей чистыми, там, на самом деле, сумма больше, но я считаю по минималке, я люблю все-таки минусы, но отклоняйте. Смотрите, вы в день отрабатываете, в лучшем случае, пускай будет 4 часа, по 1000 рублей равно 4000 рублей. Берем, что вы работаете, ну, не 30, сука, дней в месяце. Я просто такой ебанутый на всю голову, что работаю, блядь, уже 40-е сутки, блядь, без передыху. Ну, голова не защищает тело, ебаши-ебаши, да. Это нехорошо, я понимаю, что у меня уже, блядь, крышу рвет от такой работы. Умножаем вот эту цифру, ну, пускай будет у вас, там, один день в неделю выходной, 6 дней, 6,424 на 24, 4 на 24, это у нас получается, что там, 80 и плюс 16, 96 тысяч рублей, равно 96 тысяч рублей. Так вот, за эти бабки, за 96 тысяч рублей, работает, ну, такая зарплата, по-моему, даже нет у директора Макдональдса. Объясню, почему. Вот, потому что директор Макдональдса, это тот же самый раб, который жарит пирожки, как-то, лёсы на сковородке. Я работал, честно скажу, в Макдональдсе когда-то, давно, работал я недолго, я вовремя всё осознал, я всё увидел, всю эту херню, что там происходит в Макдональдсе, я вам всё тоже об этом расскажу вкратце. Так вот, когда я пришёл в работу в Макдональдсе, мне говорят, что вы можете зарабатывать до 30 тысяч рублей в Макдональдсе, работая на жаркие ёбаных котлет. Почему ёбаных? Потому что это трэш. И сейчас там условия стали, я так понимаю, что ещё жёстче, раз в 20, и там сейчас всех за всё конкретно, ну, натягивают. Так вот, ребят, если Макдональдс, ну, это тупоголовый, прям во всю голову не умеешь считать, ну, я надеялся всё-таки на карьерный рост, потому что у меня был тогда диплом экономика и управления на предприятии, вот, и там говорят так, мы не нарушаем ТК РФ. Что такое ТК РФ? Это значит 40-часовая недельная смена, то есть 40 часов в неделю вы можете отработать не более, а в лучшем случае им менее, да, 40 часов. В час на тот момент платили 115 рублей. Ну, опять же, в зависимости от региона, от города, от того, как там тебя имеют во все щели, нибудь они имеют во все щели. 40 умножаем на 115, получаем, что у нас там 4015 на 40, это ещё 400 рублей, и плюс 5 и 40, это получается у нас ещё 200 рублей. То есть, что у нас там получается? 4600 рублей. Смотрите, 4600 рублей, это вы получаете за одну неделю. Одну рабочую неделю. Блядь, неделю. Теперь мы умножаем, ну, логически на 4 недели, получаем, что равно у нас 16, 17, нет, не знаю, 18400. В 18400 вы можете получить максимально в Макдональдсе, блядь, больше вы там хер чего получите. Работая, ну, на жарких котлетосах, но это было давно, правда, я сейчас цифры не привожу, потому что это приблизительная цена. Так вот, в чём прикол того же самого директора, в чём прикол того же самого, там, блядь, не знаю, менеджера, отдела кадров, зам директора, первого помощника директора, второго помощника директора, это пиздец, это то, что когда начнётся аврал, аврал начнётся какой-нибудь там праздник, когда все идут жрать в обед, прям всем предпочитал пожрать говнеца этого, да, вот, то на линию выбегает все, и директор, и, блядь, выбегает самый первый помощник, и второй помощник директора выбегает, и выбегает туда даже отдел кадров выбегает, одевает перчатки, шапочки, чепчики, блядь, презервативы одевает, и начинают ебашить, ебашить, блядь, начинают все эти гамбургеры, собирать их, клеить, выдавать, блядь, разруливать ситуацию, директор, по сути, тот же самый раб, как и обычный сотрудник, только он единственный директор, да, блядь, одно, блядь, тупо название директор, то есть не будет там директор отдыхать в Макдональдсе, поэтому я помню, что и будь там директором, там, хоть даже любой другой фирмы, там, крупная компания, допустим, там, сетевой супермаркет, ребят, в сетевом супермаркете, что такое директор, там, региональный директор, либо это тот человек, который занимает должность, которого трахают, блядь, с Москвы, это основная часть, говорю сразу, ну тут без мата никак не выразишься, вторая часть, ты ходишь и оглядываешься, потому что тебе нельзя сказать полуслова, ты, прежде чем какую-то фразу сказать, ты должен подумать 10 раз, стоит ли искать или не стоит искать, потому что тебя зам твой, другие подчиненные тебя сожрут с говном, тебя сдадут с говном, тебя пырнут, блядь, лишь бы только ты свалился с своего места, чтобы на твое место сел другой, или бы тот, кто тебя хочет пырнуть и столкнуть, поэтому там крысиная возня, и стоит ли туда лезть, на тебя говорят, а вот у меня есть диплом, я хочу там работать за 40 тысяч рублей, но у меня там есть карьерный рост, блядь, ребята, карьерный рост до жопы, потому что это пиздячка все-таки на дядю, вы не на себя работаете. Вот, вот такие вот пироги, такая вот ситуация, такая вот математика, это вот мое личное мнение, опять же, рассказывают по своей ситуации, по своим знаниям, все, конечно, цифры это поверхностные, цифры немножко тут есть устаревшие, допустим, по поводу Макдональдса, да, то есть я их не включаю, что касаемо вот этой вот части, это все тоже поверхностно, потому что здесь бывает такая штука, как брак, брак, который вы не учитываете, у меня он тоже есть, ну, сейчас уже, кстати, меньше стало, потому что все налаживается, вот стоят, там баклажки, но это я уже, то, что я ставил, то, что не выкинуло, обычно я выкидываю в месяц где-то, ну, два ящика под вино, шампанского, у меня там пивнуха стоит в уголку, вот, то есть все-таки бывают отходы, бывает битье, бывает брак, и это тоже надо вкидывать именно в стекло, но я здесь компенсировал только лишь тем, что, смотрите, я вам когда посчитал, что 100 рублей стоит один бокал, на самом деле цена чуть-чуть меньше, ну, когда берешь, опять же, оптом, минимум, там, от 100, 200, либо там, 500 штук, тогда будет цена меньше, но вы должны быть уверены, что вы эти 500 штук сольете хотя бы, там, ну, за месяц, за два, если вы сольете их, там, за полгода, год, блять, ну, даже смысл не дергаться за это дело, вот, брать как основное направление стекло, я бы, честно, не рискнул бы, потому что я сейчас понимаю, что стекло как основное направление, это, ну, для того, кто, в принципе, готов жопу в клочья рвать, чтобы заработать, ну, те же самые, допустим, 100 тысяч рублей, либо он уверен, что он сможет продать бокалы вот такого, допустим, качества, вот, ну, в месяц минимум, минимум тысячу изделий, вот, и когда человек уверен, что продаст тысячу изделий в месяц, да, тогда, в принципе, есть смысл браться, рвать жопу там, метать, покупать дорогой станок УФ за 200, там, пойдем, учет 200, какие цифры-то, за 400 тысяч, я просто смысла не вижу, это глупая вообще затея, потому что, ну, давайте так, я прошел эту ситуацию, я купил себе станок за, у меня там, где-то 375 или почти 400 тысяч, мне обошелся на там общей сложности с доставкой, со всей хернёй, как вчера, ну, и что в итоге, в итоге я работаю вот на таком вот бодорчике, понимаете, а УФ-ка у меня там стоит полиция под столом, потому что УФ-ка, это очень дорого, это невыгодно, это чуть-чуть дольше, чем на СО2-шке, там, ну, много-много нюансов есть с УФ-кой, поэтому я от УФ-ки отказался, потому что основной принцип УФ-ки, то, что людям похер, сделал ты на дорогом ценке, либо сделал ты на дешевом, они хотят вот этот бокал получить по цене 300-350 рублей, и выебнись, и сделай, чтобы он был дешевый, им не важно, что там чуть-чуть есть где-то сколы, не важно, что ты там делал быстро, не важно, что ты сделал как-то криво, там похер, им важно, чтобы у тебя было дешево, дешево и презентабельно, сделал презентабельно, все хорошо зашло, люди покупают, сделал непрезентабельно, хер кто-то купит на самом деле, конкурентов это же самая ситуация, понимаете, вот я анализирую часто там рынок, там цены, там все остальное, конкуренты вот такие бокалы продают, ну, начинается с нати Time по-моему там от 300-350 рублей, И вот надо вымудриться, опять же, конкурент это тот, кто без семьи, без детей сидит дома, вот, станочку у него там есть, он потихонечку на нем там перелопачивает, там делает эти бокалы. Вот, и такой конкурент, в принципе, мне представляет в палке, в колеса. Но, опять же, я сейчас умудряюсь этими бокалами обеспечивать человека, работника своего, плюс какой-то возврат по деньгам я себе делаю, то есть, возвращаю деньги за станок, возвращаю в какой-то момент компенсацию, допустим, по потраченному на это времени. Но это не окупает, лично мне это не нравится. Ну, терпимо, но не нравится. Вот такая вот ситуация по поводу стекла. Думайте уже сами, решайте сами, насколько она вообще актуальна, насколько вам вообще это все надо или не надо. Я просто вам сказал свое мнение личное. Понятное дело, что такая была, как бы, типа, беседа, где я, в принципе, произвел какой-то, ну, вывод. Ладно, ребят, вам хорошего дня настроения, я пойду, наверное, к дому уже, потому что я реально подзаебался сегодня, очередной день, как говорится, перед Новым Годом. Кто в теме, тот понимает меня, вот, тот, соответственно, знает, что такое перед Новым Годом, что-то происходит. Тем, кому предлагал свой сувенирный бизнес, рассказывал более подробно про эту тематику, кто, в принципе, не захотел его покупать, нашел, что там невыгодно, и все остальное, ну, ребят, дело ваше. Я сейчас это все спускаю на тормозах, потому что я не могу справиться, честно говоря, со всеми направлениями. Знаете, мне там часто такие люди говорят, да ты хуйню несешь, найми себе работников, пускай ебашут. Ну, вот, вы не поверите, я двух или трех работников нанимал, ситуация закончилась одинаково херово. Хотят получать много, работать много не хотят. Вот, и в итоге начинают сливать, то есть просто начинают сливать ваш бизнес. Вот, проще, лучше я его сам солью, нежели сольет меня у кто-то, и кому-то еще за это должен будут заплатить денег. Поэтому я принял для себя решение, что пока спускаю все на тормозах, и пускай он катится потихонечку, как есть. Вот, поэтому, кому интересно было, могли бы приобрести. В принципе, сейчас бы зарабатывали, но в среднем где-то от 300 до 500 тысяч рублей, если бы вы вытягивали. Реклама у меня не запущена уже, ну, грубо говоря, где-то 2 или 3 недели. Нет, 2 недели не запущена, приблизительно я такую. Я уже сейчас, не помню, даже после рассказа, запускал эту рекламу. Народ пишет, 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 пишет. В среднем я вот, я вчера сделал около 20 заказов. Позавчера было там, по-моему, 24 заказа. Опять же, это просто вот сел, кто мне не нравится, по-моему, нахуй посылаю, просто уже, просто заебали, пишу им просто. Принимать заказ не буду, примите в другом месте, вот так вот. Вот, а так бы могли, в принципе, уже купить бы этот бизнес бы и уже могли бы зарабатывать. Я бы уже отдыхал бы спокойненько и не нервничал, что у меня есть клиенты, есть заказы. Ладно, ребят, не забываем лайк, не забываем, есть донат на канале. Кто хочет помочь, помогайте. Я не откажусь, потому что эти деньги я пускаю на какие-то определенные нужды. Тоже самое, допустим, интернет, телефон, либо там пускай на какие-то расходники, либо я более открыто рассказываю про какие-то вещи. Вот, допустим, я хотел снять виду справа платной про вытяжку. Сейчас я подумал, что, в принципе, можно бесплатно, потому что, ну, просто мне в кайф с вами общаться, как говорится, делать вам добро, вот, получая взамен позитивное ваше настроение, позитивное ваше мышление. Ладно, ребят, все, не буду вас больше отвлекать. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok